привет ребят вот и закончился наш очередной ретрит это были великолепные шесть дней и конечно же я хочу немножечко вам рассказать о том что было это мы разбирали не просто какие-то обиды страхи результат того что с нами произошло за нашу жизнь что с нами случилось наверное для многих это кажется такое банальное скажет ну что там что мы не разбирали это же все ерунда это же уже разбираются миллион раз но когда мы это разбираем на одном уровне это одни ситуации а когда мы идем вглубь себя это немножечко про другое и на этом ретрите у нас он был настолько глубокий настолько мощный что мы не просто познавали кто мы есть откуда зачем какое наше предназначение такое наше видение каждого то есть на каждом ретрите я не хочу чтобы я была гуру мастером чтобы за мной люди шли мне не этого надо я моя цель именно в том что вокруг меня создавались и открывались такие же цельные люди как я и у нас такой огромный потенциал который мы к сожалению не видим по определенным причинам что это нужно исправлять и как раз делясь своим опытом помогая ребятам увидеть то что они не могут увидеть прочувствовать то что у них на каком-то этапе не получалось это мы и делаем то есть они открываются мы приходим к самому себе к творцу и это не я их виду это я им показывал делясь своим опытом как это сделать и на этом ретрите мы сделали намного больше чем даже могла себе представить да мы смогли нас все ребята практически смогли посмотреть что такое клетки заглянуть свою клетку посмотреть свою генетическую структуру и что происходит с организмом внутри но не только с организмом с точки физического аватара но и наверное немножечко заглянуть в истину бытия да я не побоюсь этого такого громкого словосочетания но наверное так оно и есть и сегодня я бы хотела если у кого-то будет желание это высказаться на камеру чтобы ребята рассказали что получили они в этом ретрите что они узнали что они распаковали и для чего им дан был этот опыт этот опыт шести дней какие они станут в дальнейшем какие они стали уже и я думаю что вам будет тоже это очень интересно поэтому послушайте меня зовут лена я из москвы приехала к светлане на ретрит вообще на ретритах я впервые и свете я как-то душа легла доверилась когда сюда ехала никаких ожиданий ну до какой-то запрос да как вот у многих он наверняка есть думаю здесь его и проработаю но когда приехала сюда все как-то развернулась и сильно развернулась распаковалась вылезли какие-то другие состояния другие запросы которых не ожидала светочка дала очень многого и так и только потом такое приходит осознание там на следующий день что вот она распаковка пошлась то есть я сюда приехала одна уезжаю совсем другим человеком и это удивительно привет меня зовут ирина и хочется пару слов сказать о ретрите со светланой и поделиться вот этим чувствованием которое уже ретрит прошел а чувства то остаются осознание когда я ехала у меня были какие-то свои ожидания что я хочу получить от ретрита но сейчас я понимаю что получила я ну раз 10 наверно больше почему но в первую очередь что ожидания были поверхностные а все оказалось гораздо глубже то есть прошли такие глубинные осознания однозначно кто уже побывал в ретрите уезжают все другими людьми то есть прежних людей отсюда не уезжает все похороше или все преобразились у всех появился внутренний свет и те осознания которые знания которые получены да и знания не просто поверхностные да как по учебнику а внутри клетки перепрошиты на клеточном уровне идет обновление на псих психологическом нашем сознании перепрошивки в три ряда и мы понимаем что реальность другая что мы становимся другими и в прежнюю жизнь конечно же мы не вернемся конечно многие боятся расстаться с прежней жизнью но если брать ту жизнь и новую на новом этапе открываются прям ну все возможности ты становишься с пониманием что ты начинаешь прям новый цикл своей жизни которая будет раскрывать новые грани еще конечно после ретрита все эти перепрошивки осознания трансформации мне кажется будут какое-то время ну прям догонять длиться глубже будет что-то открываться и появляется прям другое видение мироздание становится еще шире твое сознание на уровне этого мироздания еще больше поэтому светочка прям благодарность тебе огромная за твой труд за тот свет который ты нам даешь за те знания которые песней в нас ходят и каждый человек наверное уезжает прям ну лет на десять моложе благодаря этому уезжает с другими возможностями с другими взглядами и с другим качеством жизни и вот это самое главное что за несколько дней проходит огромный цикл восприятия который уже будет выводить нас на у на новый уровень жизни то есть как говорится с нас вся шелуха спала и теперь наше вот это ядро наш свет может передаваться в пространство и такое сделать за шесть дней у нас где-то наверное ретрита длился за шесть дней не по силу мне кажется многим многие к этому идут годами некоторые целую жизнь света сделала это волшебство с каждым человеком с каждым участником с какими бы трудностями не приехал уезжает абсолютно другим и обновленным поэтому вообще прям благодарность благодарность светочка вот свете также всем делись вот этой чистотой с честностью и каждый будет меняться вот светить как больше будет светлячков вот так хочется сказать спасибо . я очень тебе благодарна что ты как тот меня душа сюда позвала на этот ретрит я хотела и раньше в декабре по-моему ретрит или в декабре по-моему был но не получилось а вот сейчас именно моя душа в общем позвала сюда что встретиться с такими людьми и вот света нам дала то что действительно вот мне в данный момент нужно и я в общем-то многое узнала многое получила от тебя светочка и уезжаем сегодня выезжаю с такой благодарность но я думаю что я еще сюда и вернусь но это просто для меня чудо чудо что вот действительно как-то я вот поехала туда но видимо нужно мне было в данный момент ехать вот и девочки здесь в общем-то все мне понравились весь коллектив коллектив назовем такие девочки осознанные очень много я получила здесь я очень благодарна привет меня зовут александр для чего я ехал в принципе на ретрит у меня было несколько целей произошло добавлен довольно забавно все это дело потому что супруга ходила о и ретрит свет и я бы поехал так поехали причем это произошло буквально там секунду в голове пришло ощущение что это надо и что мы поедем даже не то что надо что мы поедем и вот соответственно когда я не до конца не понимал для чего мне лично нам я знал что точно ей вот когда я уже приехал сюда на место я понял что у меня две цели во первых я хотел чисто по питанию перешагнуть через свой барьер у меня было максимум два сухих дня подряд вот я хотел там немножко жить и дальше посмотреть как будет мой организм реагирует на это все и не в первый же день я в принципе понял что в этой обстановке очень легко все делается что я не думаю ни о еде что мне хочется там общаться что мне хочется там приходить быть в этих состояниях не вот и что здесь это все очень просто значит это была первая цель вторая цель в голове большая каша была не было понятно там куда двигаться что делать как там информация очень много со всех там сторон по насобирал но конкретно на себя применить что-то где-то что-то подергал где-то что-то попробовал но в итоге ничего такого конкретного ну вот и хотелось эти мысли как-то привести в порядок весь этот поток соединить чтобы было понятно хотя бы направление с чем работать как дальше развиваться или на каком я состоянии нахожусь то есть в каком состоянии на каком пути на данный момент вот значит по итогу ну да я я превысил естественно свой я скажем так барьер который был у меня по первой цели то есть я 57 часов провел чисто на сухом и плюс следующий весь день вода и я такой соку для меня это для меня это шаг лично готов пробовать дальше больше вот значит я понял что это возможность то я могу с этим работать второй момент про мысли появилась ясность как раз над чем работать естественно света все это расставила хочется развиваться дальше хочется дальше раскрываться и честно говоря я в таком в такой благости таком я не знаю наверно мощным поле то есть такими силами я честно говоря еще нигде не находился то есть ощущение подъема внутри когда ты сидишь со всеми этими людьми она невероятная естественно большая благодарность тебе свет потому что информации огромное количество огромный объем и что лично для себя я подметил мне очень нравится что лично у тебя это идет не с памяти то есть ты не где-то что-то начиталась и не потом это выдаешь какими-то пластами у нас сегодня такая тема давайте по ней пойдем а у тебя все это приходит ежесекундно ежемоментно а вот такой ну давайте на эту тему пообщаемся и она все приходит то есть и там немножко как бы задумаешься и вот так и выдаешь целый пласт информации это я на почек гарник это не видел для меня это потрясающе великолепно посоветую ли я вам приехать на этот ретрит с ними руками ногами за конечно если вы хотите открыть себя если вы хотите понять где вы что вы на какой вы стадии вам это нужно это необходимо если вы хотите привести порядок какие-то свои опять же мысли какие-то свои пути посмотреть разглядеть то но это необходимо я считаю что это необходимо приеду ли я я буду стремиться сильно сегодня это сделать и скорее всего так оно и будет всем привет вот закончился нас наш очередной ретрит со светланой чему я не только рада я перешла в чувствование поэтому у меня теперь другие совершенно критерии жизненные получила как обычно как в ее случае всегда бывает больше чем ожидала причем такие глубокие знания открываются и я уже не говорю про отработки а бытие переходит в нас в такое качество которого мне кажется о котором можно только подозревать людей становится все больше и больше счастливых на нашей планете благодаря нашим таким вот ретритом жалко что они не проходят чаще я бы хотела хотя бы раз в месяц видеться и все трансформации которые происходят раз в три месяца видимся маловато мне во всяком случае очень хочется что было чаще не хочется чтобы весь мир стал таким же и почувствовал то же самое что чувствуем мы так что всех приглашаю от имени светы от своего имени всех приглашаю всех людей которые хотят стать счастливыми хотят стать богами хотят стать всемогущими все к нам здравствуйте меня зовут кристина говорю я сейчас с вами с последнего дня ретрита светланы что хочу сказать посещение обязательно если вы хотите узнать себя если вы хотите услышать себя если вы хотите чувствовать видите слышать этот мир вам прямая дорога сюда если вы на начальной стадии точно сюда потому что света очень хорошо помогает раскрыть чувствование понимание чего ты хочешь что ты можешь и для чего тебе это много всего интересного много полезной информации прекрасные люди и замечательное место где все это происходит да но еще кристиночка давай еще дополним что здесь еще собрались у нас люди которые и видящие и люди которые могут как бы это не было смешно да и телепортироваться и левитировать да что это все все есть это все можно в принципе ощущить ощутить даже на себе а кстати я была очень удивлена тому той концентрации людей до которые умеют видеть дальше до сих скажем так чувствовать пространство видеть сущностей которые сами делают трансформационные игры которые здесь друг другу помогали видеть какие-то травмы видеть какие-то родовые программы и собственно решать все это так что это очень круто обязательно нужно ехать я точно буду на следующем меня зовут елена мне 46 лет я из саратова приехали к свети на ретрит с дочкой четыре года первое наше такое путешествие совместное сейчас у меня идут очень сильные глубокие процессы очищения как я понимаю какой-то глубокой перетрансформации причем не только у меня но и у моих близких тоже что мне дало 3 3 то он дал очень мощный толчок сейчас начну плакать наверное вперед население моей жизни очень сильный все это только сейчас начинает разворачиваться я так думаю что это все будет во благо вот через неделю конечно я уже стану другой и по-другому может быть и пишу новый отзыв но сейчас это все только в начале трансформации благодарю сверчика начали всем привет хочу сейчас оставить отзыв о том ретрите который только что прошел здесь в сочи в лоо у а у светланы и возможно это станет ответом в том числе этим людям которые думают ехать не ехать зачем это все есть же онлайн мы же общаемся в онлайне вот на этот человек который работает в онлайне много лет вот в том числе в обучающих процессах могу сказать что живое общение ничего не заменишь и казалось бы банальная фраза и тем не менее когда дело касается того и когда вы хотите перенять какие-то навыки и знания понимание от какого-то человека все-таки быть рядом это сильнее какие-то десятки раз может быть сотни раз потому что здесь мы занимаемся не так что вот мы идем по четкому плану он конечно же есть но он может все время пойти и завернуть потому что все зависит от тех людей которые собираются и если вы приезжаете сюда то вы один из тех людей которые закладывают до основы о чем будем говорить вы можете стать главным героем дня к примеру и решить там в раз то что может быть годами вас беспокоит или мучает до в жизни вот поэтому у меня здесь и здесь происходят такие вещи когда вдруг у тебя получается что-то что ты никогда не мог сделать к примеру у меня вот нет такого что я вижу хорошо на много людей у меня вокруг которые то умеем делать вот но я имеется ввиду то на тонком плане не вижу и здесь когда именно светлана задавала вот этот тон да и нам создавало поле когда мы этому тренировались учились смотрели свою клетку вот мозг говорит да не на 4 какая-то но и тут же приходят картинки вдруг совершенно четкие ясные да и ты понимаешь что вот это вот она вот и если вы хотите включить в себе какие-то ресурсы возможности может быть даже вы еще не знаете какие но вам нужно что-то новое поменять да сейчас картонуть вот то здесь это сто процентов начнет проявляться и будет потом еще проявляться в жизни очень долго нарастающим таким это нарастающим моментом вот и что у меня еще хорошо получилось с точки зрения еды это все равно вещь которые мы говорим и обсуждаем да с участниками часто вот я уже перешла на строя как полгода и не получалось пойти дальше не очень я люблю стухие дни но здесь я для себя опять поняла как тогда я сделаю этот шаг полгода назад как не перейти вот на новый уровень до питания еще более легкого более облегченного и при этом удержаться там стабильно не спрыгивать не выпрыгивать не испытывать вот этих вот сейчас я буду это делать не было готовность а здесь-то готовность пришла вот и сейчас буду смотреть наблюдать это очень интересно как мой организм будет в это встраиваться вот потому что сейчас постоянно его светом мероприятиях и у меня получается удерживать стабильность состояние нельзя не терять вес что за меня важно а быть позитиве развиваться при этом да и не быть этим вымученным таким автономом до который пытается перейти на автономии но больше похож на умирающий какой-то скелет вот не хочу этим быть вот и у меня пока что очень хорошо получается со света идти именно с удовольствием с радостью с интересом в это эффекты на лицо вот однозначно могу сказать что за это время пока я не занимаюсь у меня усилилась очень способности интуитивные я стала больше влияет вообще на свой мир на своей ситуации да вот это вот захотел подумал запланировал видел картинку создал и она вдруг начала складываться нужные люди попадаются все начинает происходить это все больше и больше чаще становится чем-то уже привычным но конечно же хочется дальше в это идти вот и я чувствую что на таких ретритах на таких очных встречах происходит какой-то глобальный скачок и только в чате только в онлайне к сожалению это будет но это будут годы а сюда вы придете и выйти несколько лет сделаете буквально вот за несколько дней поэтому я искренне желаю я может быть не тот человек который прям хочет рекомендовать но от души на своем опыте делюсь тем что это работает вот если хотите в нашу компанию попасть точно еду на следующий ретрит вот приезжайте здесь такие приезжают удивительные люди что это будет для вас куча открытий сто процентов приезжают с способностями с возможностями силой вот и этот круг он вас усилит очень сильно во всем чего в своей жизни хотите спасибо хотела я записать отзыв о ретрите который вот сегодня у нас последний день я вообще на ретрите третий раз у светланы лавровой хочу сказать что ту трансформацию которую я вижу в себе она просто даже не знаю какое слово сказать очень сильная если еще три месяца назад я вообще не знала о том что люди могут спокойно жить излечивать свое тело убирать так называемые зажоры легко просто и без усилий то есть минимальные усилия при правильном подходе нужны минимальные усилия для того чтобы вот эти процессы запустить в своем теле то сейчас я была на полных четырех днях без еды и без воды для меня лично это очень хороший результат причем это было очень гармонично без такого внутреннего напряжения и ожидания ну когда же я поем есть не хотелось и для меня это новое познание себя новое познание еще одной грани себя и конечно с каждым разом с каждым ретритом я все больше и больше себя чувствую от совершенно такого человека который не верил скажем тогда во все такие процедуры и манипуляции до человека который прошел это может быть небольшой путь мы прожил его на собственном опыте и благодаря этому почувствовала я насколько сильные трансформации идут в организме в осознании в мире потому что ну все знаем мы такую фразу да поменяй себя поменяется мир вот со мной это сейчас происходит на сегодняшнем ретрите я честно сказать просто немножко ошараш тиска и аудитории нестандартный подход к жизни и у нас случилось но я бы сказал такая сила такое знаете синергия такая произошла между вот всеми на я поняла что можно лечить свое тело просто смотря в свои клетки меняя их и помогая им оздоравливаться и вот это ну как бы поистине такое чудо причем потом как оказалось это все еще и научно было доказано думал и сейчас сказал а как потом я уже вечером нашла подтверждение этому научное вот ну там кто захочет тот найдет в общем это открытая информация на ютубе можно посмотреть поэтому конечно я очень благодарна за за вот этот ретрит мы были тоже вчера на дольмене волконский дольмен это город сочи потрясающее место сила там я думаю каждый получил то что хотел каждый сказал о чем-то сокровенном и уже сегодня вот мы сейчас наверху сидели с девочками делились впечатлениями все просто под колоссальным впечатлением и чувствуют в себе даже за такой короткий промежуток времени очень сильные трансформационные я бы даже сказала изменения поэтому как я приехала на ретрит на первый ретрит вообще совершенно случайно непонятно куда непонятно кому непонятно зачем ну честно сказать даже не веря какие-то такие процессы то сейчас я полностью уверена что я на правильном пути и я иду за голосом своей души своего сердца и все что я делаю приводит в мою жизнь уникальных людей сильные изменения и на работе и в личных отношениях и ну скажем так развитие духовности да если можно так это назвать вот просто не оперирую какими-то там терминами поэтому я честно очень благодарна и не знаю даже советовать не буду потому что это личное дело каждого но если кто-то вот почувствовал какую-то хотя бы маленькую да частичку в том что я говорю ребята приезжайте смело я думаю вы будете в восторге вот поэтому я благодарю и всем как говорится добра спасибо здравствуйте я марина приехала из екатеринбурга узнала о ретрите из ютуба и конечно сразу зажглась первое решение было что сразу приеду а потом начали сомнения ну и в последний момент конечно я оплатила курс и приехала сюда рада что познакомилась со многими людьми интересными что взаимообмен произошел от каждого конечно течет энергия и какой-то тебе посыл и польза рада что прикоснулась и повзаимодействовала со Светой со Светой сначала когда увидела подумала о небожитель и хотелось ее потрогать вот так вот потрогать прям что в живьем потому что все в ютубе же слушала человека тут прям настоящая настоящая хотелось прям это так тактильно это ощутить ее вот какие ожидания были сначала я психологически я хотела по работе подумать потому что как будто бы вот всю тяжесть какая-то на работе насильно как бы хожу хотела узнать надо ли мне в эту сферу дальше погружаться и хотела отношения личные выяснить думаю нужно мне с этим мужчиной дальше идти или не нужно а физически хотела три дня проголодать потому что пик мой был всего 24 часа вот раньше было и больше но чем старше становишься видимо проблемы как-то одолевают тебя и тебе вообще трудно дни воздержания без еды долгими делать у меня получилось последнее время 24 часа а тут получилось я благодарю мне кажется это поле помогло и я решила все таки идти от себя мы начали занятия в пятницу в пятницу я кушала в субботу мне Татьяна соседка по номеру говорит ну все марин давай в субботу начнем все а я чувствую в субботу ну не хочу у меня нету даже такого настроения что в субботу начинать думаю нет в субботу я еще поела а воскресенье естественным образом я просто не хочу есть ни днем ни утром ни вечером 36 часов спокойно я как бы воздержание от еды прошло понедельник наступил думаю тоже силы есть аппетита нету кушать не буду к вечеру уже второго дня уже немножечко такой тремор был в теле чуть-чуть как бы трудновато было ночью не спалось ходила лежала читала видео смотрела до трех часов то есть видимо с едой сон связан второй день спасибо второй день тоже хорошо прошел наступил значит третий день это вторник наверное да нужно было ехать в этот на волконку но вот тут у меня уже на третий день утром был это дрожь слабость я думаю как я это путешествие выдержу и вот пришлось мне выйти но я все равно рада что я два дня вот этих прошла я волконское ущелье в бодрости восприняла вот эти вот все контакты может быть с мудрецами осознанно у меня как бы такого ничего такого нет и не помню я то есть не осознала но я думаю все равно процессы будут проходить тем более они будут раскрываться мне кажется вот и поэтому а сегодня опять такая встает сегодня четвертый день и опять есть не хочется и уже так на еду смотрю о хорошо что-то думаю наверное двигается так что вот ну вот в общем то все коротенько о нашем ретрите спасибо Света спасибо да некоторые ребята поделились с вами своим самым сокровенным и конечно же мне бы очень хотелось чтобы вы тоже были на следующем ретрите мне очень хочется чтобы и вы если вы смотрите это видео значит вы уже здесь значит вы уже с нами и мне бы конечно очень хотелось чтобы вы тоже приехали на ретрит на этом ретрите вы сложите все пазлы которые вам по каким-то причинам не могли их увидеть не могли их найти не могли их сложить да и это с вами случится это неизбежно когда мы смотрим не только на ситуацию как нас научили когда мы смотрим на ситуацию не только поверностных но когда мы ее смотрим на генетическом плане когда мы ее разбираем и видим на клеточном уровне wanted to Если вы готовы к такой глубокой трансформации, то я вас жду на ретрите Ну а если, мало ли, у кого-то не получилось приехать на ретрит, то для вас есть онлайн-марафоны Они не такие глубокие, потому что вы не находитесь непосредственно в этой ауре, непосредственно в этом поле Но это те марафоны, которые я никогда не смогу открыть на прямых эфирах Это те марафоны, когда вы не сможете почувствовать даже некоторые на личных консультациях, потому что вы не почувствуете других ребят Поэтому если нет возможности приехать на ретриты, смотрите, когда у нас проходят марафоны, когда я выставляю новые даты и присоединяйтесь Если вы очень заняты, то можно смотреть в записи Но, конечно же, лучше, чтобы вы хотя бы час-полтора уделили в день и присутствовали на этих эфирах самостоятельно Потому что те вопросы, которые идут от вас, те проработки, которые мы прорабатываем лично с каждым из вас, они нужны каждому участнику марафона Точно так же, как и каждому участнику ретрита И если ты хочешь поменять свою жизнь кардинально, если ты готов быть абсолютно другим Если ты точно почувствовал, что ты уже не прежний, но и такой, какой ты чувствуешь, такую силу, ты по каким-то причинам не можешь встать Тогда тебе нужно ко мне Приезжай в моё поле, в поле ребят Присоединяйся на марафоны Все ссылки есть под видео Либо на ютуб-канале, либо просто в телеграме Школа автономии, либо Лаврова Светлана, Лафлана Присоединяйся И ты уже точно никогда не будешь прежним Это я тебе гарантирую Я жду тебя Присоединяйся